Роберт Шекли. Стоимость жизни. Кэрин пришел к выводу, что нынешнее дурное настроение появилось у него еще на прошлой неделе, после самоубийства Миллера. Однако это не избавило его от смутных безотчетных страхов, гнездящихся где-то в глубине сознания. Глупо. Самоубийство Миллера его не касается. Отчего же покончил с собой этот жизнерадостный толстяк? У Миллера было все, ради чего стоит жить. Жена, дети, хорошая работа и все чудеса роскоши, созданные веком. Отчего он это сделал? Доброе утро, дорогой, сказала Кэрину жена, когда они сели завтракать. Доброе утро, детка. Доброе утро, Билли. Сын что-то буркнул в ответ. Чужая душа потемки, решил Кэрин, набирая на диске номера блюд к завтраку. Изысканную пищу готовил и сервировал новый автоповар фирмы Авеньон Электрик. Дурное настроение не рассеивалось, и это тем более досадно, что сегодня Кэрину хотелось быть в форме. У него выходной, и он ожидал прихода инспектора из Авеньон Электрик. То был знаменательный день. Он встал из-за стола вместе с сыном. Всего хорошего, Билли. Сын молча кивнул, взял ранец и ушел в школу. Кэрин подивился, не тревожит ли его что-нибудь. Он надеялся, что нет. Хватит на семью и одного, и по Хондрика. До свидания, детка. Он поцеловал жену, которая собралась за покупками. Во всяком случае, она-то счастлива, подумал он, провожая ее взглядом до калитки. Его занимало, сколько денег оставит она в магазине Авеньон Электрик. Проверив часы, он обнаружил, что до прихода инспектора из АЭ осталось полчаса. Лучший способ избавиться от дурного настроения – это смыть его, сказал он себе и направился в душевую. Душевая была сверкающим чудом из пластика, и ее роскошь вернула Кэрину утраченный было душевный покой. Он бросил одежду в стирально-гладильный автомат АЭ и установил регулятор душа чуть повыше деления освежающая. По телу ударила струя воды, температура которой на 5 градусов превышала нормальную температуру кожи. Восхитительно! А затем бодрящее растирание досуха автополотенцем АЭ. «Чудесно!» – думал он, пока полотенце растягивало и разминало каждую мышцу. «Да, оно и должно быть чудесным!» – напомнил он себе. Автополотенце АЭ вместе с бритвенным прибором обошлось в 30 долларов плюс налог. «А все же оно стоит этих денег!» – решил он, когда выползла бритва и смахнула едва пробившуюся щетину. В конце концов, что остается в жизни, если не наслаждаться предметами роскоши? Когда он отключил автополотенце, кожу его приятно покалывало. Он должен был чувствовать себя превосходно, но не чувствовал. Мозг сверлили мысли о самоубийстве Миллера, нарушая спокойствие выходного дня. Тревожила ли Кэрри на что-нибудь еще? С домом, безусловно, все в порядке. Бумаги к приходу инспектора подготовлены. «Не забыл ли я чего-нибудь?» – спросил он вслух. «Через 15 минут придет инспектор Авеньон Электрик», – прошептал настенный секретарь фирмы АЭ, установленной в ванной. «Это я знаю. А еще настенный секретарь протрещал накопленные в его памяти сведения. Великое множество мелочей насчет поливки газона, проверки реактобиля, покупки телячьих отбивных к понедельнику и так далее. Мелочи, на которые до сих пор не удавалось выкроить время. Ладно, достаточно!» – он позвонил Автолакею АЭ, и тот искусно задрапировал его костлявую фигуру какими-то новыми тканями. Туалет завершило распыленное облако модных мужских духов, и Кэрин, осторожно пробираясь среди расставленных вдоль стен аппаратов, пошел в гостиную. Быстрый взгляд, брошенный на стенные диски и приборы, убедил его, что в доме царит порядок. Посуда после завтрака вымыта и убрана. Пыль везде вытерта, полы отлакированы до зеркального блеска. Платья жены развешаны в гардеробе, а модели ракетных кораблей, которые мастерил сын, уложены в стенной шкаф. «Перестань волноваться, и похондрик!» – сердито одернул он себя. Дверь объявила. «К вам, мистер Пэттис из финансового отдела «Авиньон Электрик». Кэрин хотел было приказать двери отвориться, но вовремя заметил автоматического бармена. Боже правый! Как же он не подумал об этом!» Автоматический бармен был изготовлен фирмой «Кастель Моторс». Кэрин приобрел его в минуту слабости. Инспектор АЭ не придет от этого в особый восторг, потому что его фирма тоже выпускает такие аппараты. Он откатил бармена в кухню и велел двери открыться. «Здравствуйте, сэр! Отличный сегодня денек!» – сказал мистер Пэттис. Этот высокий представительный человек был одет в старомодный твит. В уголках его глаз сбегались морщинки, свойственные людям, которые часто и охотно смеются. Лицо его светилось в улыбке. Пожав руку Кэрина, он оглядел заставленную комнату. «Прелестный у вас домик, сэр! Прелестный!» Если хотите знать, едва ли я нарушу профессиональную этику фирмы, сообщив, что ваш интерьер – самый красивый в районе. Представив себе длинные ряды одинаковых домов в своем квартале, в соседнем и следующем за соседним, Кэрин почувствовал внезапный прилив гордости. «Нос! Вся ли аппаратура у вас работает?» – спросил мистер Пэттис, положив свой портфель на стул. «Все ли в исправности?» «О, да!» – с энтузиазмом ответил Кэрин. «Если имеешь дело с авиньон-электрик, бояться неполадок не приходится». «Фонор в порядке?» «Меняет мелодии через каждые 17 часов?» «Будьте уверены!» – ответил Кэрин. «До сих пор у него руки как-то не дошли обновить фонор, но во всяком случае, как предмет обстановки, вещь была крайне эффектна. А как стереовизор? Нравятся ли вам программы передач?» «Принимает безукоризненно». Одну программу он случайно посмотрел в прошлом месяце, и она показалась поразительно жизненной. «Как насчет кухни?» «Автоповар в исправности?» «Рецепт-мейстер еще выколачивает что-нибудь новенькое?» «Великолепное оборудование!» «Просто великолепное!» Мистер Петтис продолжал расспросы о холодильнике, пылесосе, реактобиле, вертолете, подземном купальном бассейне и сотне других предметов, купленных у фирмы Авеньон Электрик. «Все замечательно!» – сказал Кэрин. Он несколько грешил против правды, поскольку успел распаковать далеко не все покупки. «Просто чудесно!» «Очень рад!» – сказал мистер Петтис, со вздохом облегчения откидываясь на спинку стула. «Вы не представляете, сколько усилий мы прилагаем к тому, чтобы наши клиенты остались довольны. Если продукция несовершенна, ее надо вернуть. При возврате мы не задаем никаких вопросов. Мы всегда рады угодить клиенту. Уверяю вас, что я это весьма ценю, мистер Петтис». Кэрин надеялся, что служащему АЭ не вздумается осматривать кухню. Перед его мысленным взором неотступно стоял автоматический бармен фирмы Кастель Моторс, неуместный, как дикобраз на собачьей выставке. «Могу с гордостью заявить, что большинство жителей вашего района покупают вещи у нас», – говорил между тем мистер Петтис. «У нас солидная фирма». «А мистер Миллер тоже был вашим клиентом», – полюбопытствовал Кэрин. «Тот парень, что покончил с собой?» – Петтис на мгновение нахмурился. «По правде говоря, был. Это меня поразило, сэр. Просто ошеломило. Да ведь и месяца не прошло, как этот парень купил у меня новенький реактобиль, дающий напрямую 350 миль в час. Радовался, как младенец. И после этого вдруг сотворить с собой такое? Конечно, из-за реактобиля его долг несколько возрос». «Понятно. Но что это меняло? Ему была доступна любая роскошь, а он взял да повесился». «Повесился?» «Да», – сказал Петтис, вновь нахмурясь. «В доме все современные удобства». А он повесился на канате. Вероятно, давно уж были расшатаны нервы. Хмурый взгляд его исчез, сменившись привычной улыбкой. «Однако, довольна об этом. Поговорим лучше о вас». Когда Петтис открыл свой портфель, улыбка стала еще шире. «Итак, вот ваш баланс. Вы должны нам 203 тысячи долларов 29 центов, мистер Кэрин. Таков итог после вашей последней покупки. Правильно?» «Правильно», – подтвердил Кэрин. Он помнил эту цифру по своим бумагам. «Примите очередной взнос». Он вручил Петтису конверт, который тот положил в карман, предварительно пересчитав содержимое. «Прекрасно. Но, знаете, мистер Кэрин, ведь вашей жизни не хватит, чтобы выплатить нам 203 тысячи долларов полностью». «Да, едва ли я успею», – трезво согласился Кэрин. Ему не исполнилось еще и 40 лет, и благодаря чудесам медицинской науки у него было в запасе еще добрых 100 лет жизни. Однако, зарабатывая 3000 долларов в год, он все же не мог выплатить долг и в то же время содержать семью. «Само собой, разумеется, мы бы не хотели лишать вас необходимого. Не говоря уж о потрясающих изделиях, которые выйдут в будущем году, эти вещи вы не пожелаете упустить, сэр». Мистер Кэрин кивнул. Ему, безусловно, хотелось приобрести новые изделия. «А что, если мы с вами заключим обычное соглашение? Если вы дадите обязательство, что в течение первых 30 лет после совершеннолетия ваш сын будет выплачивать нам свой заработок, мы с удовольствием предоставим вам дополнительный кредит». Мистер Пэттис выхватил из портфеля какие-то документы и разложил их перед Кэрином. «Вам надо лишь подписать вот здесь, сэр». «Не знаю, как быть, – сказал Кэрин. – Что-то душа не лежит. Мне бы хотелось помочь мальчику в жизни, а не взваливать на него с самого начала». «Но ведь, дорогой сэр, – вставил Пэттис, – это делается и ради вашего сына тоже. Ведь он здесь живет, не правда ли? Он вправе пользоваться предметами роскоши, чудесами науки». «Конечно, – подтвердил Кэрин, – но ведь...» «Подумайте только, сэр, сегодня средний человек живет как король. Сто лет назад даже первому богачу было недоступно то, чем владеет в настоящее время простой гражданин. Не надо рассматривать это обязательство как долг. На самом деле это вложение капитала». «Верно, – с сомнением проговорил Кэрин. Он подумал о сыне, о его моделях ракетных кораблей, звездных картах и чертежах. «Правильно ли я поступаю?» – спросил он себя. «Что вас беспокоит?» – бодро спросил Пэттис. «Да я просто подумал, – сказал Кэрин, – дать обязательства на заработок сына. Не кажется ли вам, что я захожу слишком далеко?» «Слишком далеко, дорогой сэр!» – Пэттис разразился хохотом. «Вы знаете Меллана? Того, что живет в конце квартала? Так вот, не говорите, что это я рассказал. Но он уже заложил жалование своих внуков за всю их жизнь. А у него нет еще и половины того, что он решил приобрести. Мы для него что-нибудь придумаем. Обслуживание клиентов – наша работа, и мы знаем в этом долг». Кэрин заметно вздрогнул. «А когда вас не станет, все это перейдет к вашему сыну». «Это верно, – подумал Кэрин. У сына будут все изумительные вещи, которыми изобилует дом. И, в конце концов, речь идет лишь о тридцати годах, а средняя продолжительность жизни – сто пятьдесят лет». Он расписался, венчав подпись замысловатым розчерком. «Отлично!» – сказал Пэттис. «Между прочим, у вас в доме есть команда-оператор фирмы АЭ?» В доме такого не было. Пэттис объяснил, что команда-оператор – это новинка года. Величайшее достижение науки и техники. Он предназначен для выполнения всех работ по уборке и приготовлению пищи. Владельцу не приходится и пальцем шевельнуть. Вместо того, чтобы носиться весь день по дому и нажимать полдюжины разных кнопок, надо нажать лишь одну. Замечательное изобретение! Поскольку новинка стоила всего пятьсот тридцать пять долларов, Кэрин приобрел и ее, прибавив эту сумму к долгу сына. «Что верно, то верно», – думал он, провожая Пэттиса до двери. «Когда-нибудь этот дом будет принадлежать Билли, ему и его жене. Они бесспорно захотят, чтобы все было самое новейшее. Только одна кнопка», – подумал он, – «вот это поистине сберегает время». После ухода Пэттиса Кэрин вновь уселся в регулируемое кресло и включил стерео. Покрутив легкояти, он обнаружил, что смотреть ничего не хочется. Он откинулся в кресле и задремал. Нечто в глубине сознания по-прежнему не давало ему покоя. «Привет, милый!» Проснувшись, он увидел, что жена уже вернулась домой. Она чмокнула его в ухо. «Погляди-ка!» Жена купила халат секса-усилитель фирмы АЭ. Его приятно поразило, что эта покупка оказалась единственной. Обычная лила возвращалась из магазинов, нагруженная пакетами. «Прелестный!» – похвалил он. Она нагнулась, подставляя лицо для поцелуя, и хихикнула. Эту привычку она переняла у только что вышедшей в моду популярной стереозвезды. Кэрину такая привычка не нравилась. «Сейчас наберу ужин», – сказала она и вышла в кухню. Кэрин улыбнулся при мысли, что скоро она будет набирать блюда, не выходя из гостиной. Он снова откинулся в кресле, и тут вошел сын. «Как дела, сынок?» – тепло спросил Кэрин. «Хорошо», – апатично ответил Билли. «В чем дело, сынок?» Мальчик, не отвечая, смотрел себе под ноги невидящими глазами. «Ну же, расскажи папе, какая у тебя беда?» Билли уселся на упаковочный ящик и уткнулся подбородком в ладони. Он задумчиво посмотрел на отца. «Папа, мог бы я стать мастером-наладчиком, если бы захотел?» Мистер Кэрин улыбнулся наивности вопроса. Билли попеременно хотел стать то мастером-наладчиком, то летчиком-космонавтом. Наладчики принадлежали к элите. Они занимались починкой автоматических ремонтных машин. Ремонтные машины чинят все, что угодно. Но никакая машина не починит машину, которая сама чинит машины. Тут-то на сцене и появляются мастера-наладчики. Однако вокруг этой сферы деятельности шла бешеная конкурентная борьба. И лишь очень немногим из самых способных удавалось получить дипломы наладчиков. А у мальчика, хотя он и смышлен, нет склонности к технике. «Возможно, сынок, все возможно. Но возможно ли это именно для меня?» «Не знаю», — ответил Кэрин со всей доступной ему прямотой. «Ну и не надо. Все равно я не хочу быть мастером-наладчиком», — сказал мальчик, когда понял, что получил отрицательный ответ. «Я хочу стать летчиком-космонавтом». «Летчиком-космонавтом, Билли», — вмешалась Лила, войдя в комнату. «Но ведь у нас их нет». «Нет, есть», — возразил Билли. «Нам в школе говорили, что правительство собирается послать несколько человек на Марс». «Это говорится уже сто лет», — сказал Кэрин. «Однако до сих пор правительство к этому и близко не подошло». «На этот раз пошлют». «Почему ты так рвешься на Марс?» — спросила Лила, подмигнув Кэрину. «На Марсе ведь нет хорошеньких девушек». «Меня не интересуют девушки. Мне просто хочется на Марс». «Тебе там не понравится, милый», — сказала Лила. «Это противная старая дыра, и там нет воздуха». «Там есть воздух, хоть его и мало. Я хочу туда поехать», — угрюмо настаивал мальчик. «Мне здесь не нравится». «Это еще что?» — спросила Кэрин, выпрямляясь в кресле. «Чего ты еще хочешь? Тебе чего-нибудь не хватает?» «Нет, сэр, у меня есть все, что надо». Когда сын называл его сэром, Кэрин знал, что-то неблагополучно. «Послушай, сынок, в твои годы мне тоже хотелось на Марс. Меня привлекала романтика. Я даже мечтал стать мастером-наладчиком». «Почему же ты им не стал?» «Ну, я вырос. Я понял, что есть более важные дела. Сначала я заплатил долг, доставшийся мне от отца. А потом встретил твою мать». Лила хихикнула. «И захотелось создать семью. То же самое будет и с тобой. Ты выплатишь свой долг и женишься, как все люди». Билли помолчал, откинул со лба темные волосы, прямые, как у отца, и облизнул губы. «Откуда у меня появились долги, сэр?» Кэрин осторожно объяснил. Он рассказал о вещах, которые необходимы для цивилизованной жизни всей семьи, и о том, сколько эти вещи стоят, как они оплачиваются, как появился обычай, чтобы сын, достигнув совершеннолетия, принимал на себя часть родительского долга. Молчание Билли раздражало Кэринна. Мальчик словно упрекал его. А он-то долгие годы трудился, как раб, чтобы предоставить неблагодарному щенку все прелести комфорта. «Сынок», — резко произнес он, — «ты проходил в школе историю?» «Хорошо». «Значит, тебе известно, что было в прошлом?» «Войны!» «Тебе бы понравилось, если бы тебя заставили воевать?» Мальчик не отвечал. «Или понравилось бы тебе гнуть спину по восемь часов в день за работой, с которой должна справляться машина?» «Или все время голодать?» «Или мерзнуть и мокнуть под дождем, не имея пристанища?» Он подождал ответа и, не дождавшись, продолжал. «Ты живешь в самом счастливом веке, какой когда-либо знало человечество. Тебя окружают все чудеса искусства и науки. Самая утонченная музыка, лучшие книги, величайшие творения искусства — все к твоим услугам. Тебе остается лишь нажать кнопку». Голос его смягчился. «Ну, о чем ты думаешь?» «Я просто соображаю, как же мне теперь попасть на Марс», — ответил мальчик. «Я хочу сказать, с долгами. Навряд ли можно от них отделаться». «Конечно, нет!» «Разве что забраться в ракету зайцем». «Но ведь ты этого не сделаешь». «Конечно, нет», — сказал мальчик, но голосу его не доставало уверенности. «Ты останешься здесь и женишься на очень славной девушке», — подхватила мать. «Конечно, останусь», — отозвался Билл. «Конечно». Он неожиданно ухмыльнулся. «Я просто так говорил насчет Марса. Просто так». «Я очень рада», — ответила Лила. «Забудьте о том, что я тут наболтал», — попросил Билли с вымученной улыбкой. Он встал и опрометью бросился наверх. «Наверное, пошел играть с ракетами», — сказала Лила. «Вот чертенок». Керрины спокойно поужинали, а после ужина мистеру Керрину пора было идти на работу. В этом месяце он выходил в ночную смену. Он поцеловал жену, сел в реактабиль и под оглушительный рев покатил на завод. Опознав Керрина, автоматические ворота распахнулись. Он поставил реактабиль на стоянку и вошел внутрь здания. Автоматические токарные станки, автоматические прессы. Все автоматическое. Завод был огромный и светлый. Тихо жужжали машины. Они делали свое дело и делали его хорошо. Керрин подошел к концу сборочного конвейера для автоматических стиральных машин. Надо было принять смену. «Все в порядке», — спросил он. «Конечно», — ответил сменщик. «Целый год нет брака. У этих новых моделей встроенные голоса. Здесь нет сигнальной лампочки, как в старых». Керрин уселся на место сменщика и подождал прибытия первой стиральной машины. Работа его была воплощением простоты. Он сидел на месте, а мимо проплывали машины. Он нажимал на них кнопку и проверял, все ли в порядке. Все неизменно было в порядке. Пройдя его контроль, машины отправлялись в отдел упаковки. На длинных роликовых салазках скользнула первая машина. Керрин нажал пусковую кнопку на ее боку. «Готово к стирке», — сказала стиральная машина. Керрин нажал выключатель и пропустил машину дальше. «Этот мальчик», — подумал Керрин, — «не побоится ли он ответственности, когда вырастет? Станет ли зрелым человеком и займет ли место в обществе?» Керрин в этом сомневался. Мальчик — прирожденный мятежник. Однако эта мысль его не особенно встревожила. «Готово к стирке», — прошла другая машина. Керрин припомнил кое-что о Миллере. Этот жизнелюб вечно толковал о других планетах. Постоянно шутил, что полетит на одну из них и наведет там какой-то порядок. Однако он никуда не полетел. Он покончил с собой. «Готово к стирке!» Керрину предстояло восемь часов работы. Готовясь к ним, он ослабил ремень. Восемь часов надо нажимать кнопки и слушать, как машины заявляют о своей готовности. «Готово к стирке!» Он нажал выключатель. «Готово к стирке!» Мысли Керрина блуждали где-то далеко. Впрочем, его работа и не требовала особого внимания. Теперь он понял, что именно беспрерывно гнетет его. Ему не нравилось нажимать на кнопки.